Тут зал был, там спальня, там кухня. А что за мишура тут у вас висит? Новый год, видите, был. Когда-то. С тех пор праздник больше ни разу не приходил в этот дом. Вот уже несколько лет в помещениях никто не живет. Пять лет назад эта стена сильно обвалилась, но здания сносить так и не стали, ведь это памятник регионального значения. Это дом Морозова. В 19 веке на первом этаже купец продавал бакалею и хлеб. А на окнах второго этажа остались вот такие интересные шипы. Это защита от голубей. Купеческий дом расположился в самом центре Грязовца. Со стороны фасада он сохранился вполне неплохо. А вот внутри постройки находиться просто опасно. Пол здесь вот-вот провалится, а кирпичная кладка норовит обрушиться от одного прикосновения руки. Здание признали аварийным, да вот только переселять его жильцов было просто некуда. Вот и пришлось грязовчанам занять жилье из так называемого маневренного фонда. Признаются, они поменяли шило на мыло. Вон они, картонки. Дверь давно я ремонтировал. Все уже опять не закрывалось, все садятся. Ну, временно, как жилище. Временное оно только на словах, уверен Николай. Ведь в очереди на переселение сейчас стоит еще почти 30 человек. Так что грязовчане стараются привыкать ко всем, порой даже самым странным особенностям своего жилища. И вот окно у них вот на веревочке держится. Судьбу трех семей и их бывшего дома сегодня обсуждали в администрации грязовца. В кабинете главы города собрались представители четырех областных департаментов. Специалисты пришли к выводу, в первую очередь необходимо передать памятник в собственность муниципалитета. Я еще раз, жители, которые зарегистрированы в этом доме, они жители города Грязовец, да. И глава города уже тогда имеет возможность принимать какое-то решение, как поступать с этим жилым. Жителям департамента имущественных отношений не имеет возможности как-то решать судьбу этих жителей. Грязовчан нужно либо экстренно переселить, либо предложить им временную прописку в нынешнем жилище, решили на заседании. Сейчас главе города предстоит поднять вопрос о переводе дома Морозова в статус нежилого. Только после этого памятник смогут отреставрировать. Тем более, что инвестор для этих нужд уже найден. Мы не говорим сейчас ни имени, ни фамилии его, но точно известно, что один из них у нас сегодня есть. Он готов вкладывать деньги для того, чтобы историческое здание существовало в первозданном виде. Цели у него сегодня самые разные. Он сейчас их, как бы сказать, обдумывает. В том числе с департаментом культуры он будет прорабатывать вопросы о восстановлении. Чтобы разработать схему, как распорядиться памятником и при этом не оставить на произвол судьбы переселенцев, главе города дали ровно 10 дней. По истечении этого срока рабочая группа вновь соберется в Грязовце. Ольга Амелина, Игорь Трифонов. Новости Вологды.